добрый вечер добрый вечер у нас начинается новая парфюмерная неделя однако я решила несколько разнообразить тематику этого видео и я решила сделать тематические недели и так я решила начать с недели ароматов с нотой ванили вот такая вот свежая мысль пришла в мою умную голову и так неделю ароматов с новой ванили считаю открытой браво браво стала брала аромат который я использовала сегодня достаточно свежий в моей коллекции он попал ко мне совсем недавно я показывала видео когда я забирал этот заказ из ревгош это аромат от марки анни гуталь это аромат который называется не и конфиданс не имея конфиданс вода парфон такая вот бутылочка здесь у нас имеется нота ванили и если правильно помню то это нота ванили находит находится здесь либо в базе либо в середине пирамиды в общем это аромат в котором я бы сказала что нота ванили не звучит очень узнаваемо здесь у нас интересная смесь в которой угадывается ваниль но это все очень замечательно очень интересно смешано с бабами танка еще с чем-то также имеет дополнение в виде терпко пряных но здесь я если я правильно помню нас бергамотик если нас по моему еще какая-то пряность перед кажется я не уверена вот но вот это вот терпко пряное начало в котором угадывается ванильные нотки но тем не менее не сказать что вани звучит здесь соло весьма приятно весьма приятно более того этот аромат держится весь день я сейчас пришла с работы уже знаете достаточно поздно за окном совсем темно у нас такой ливень такой ливень у я так промокла ну да ладно очень сильный ливень вот тем не менее но уже знаете уже наверно прошло часов 89 как я нанесла этот аромат я до сих пор ощущаю на себе остатки этого аромата так что со стойкостью у него все очень даже неплохо вот что касается со звучанием то он тоже весьма приятный шлейф не очень сильный но ощутим наверное вот на расстоянии ну почти вытянутые руки я бы не сказала что проводит может быть но может быть сантиметров 60 вот так вот 70 ну что ж я буду заканчивать свое понедельничное видео до новых встреч здравствуйте здравствуйте посмотрите какая роскошная красавица была на мне сегодня просто замечательная великолепная дама это аромат карнубия от марки пенхали гонс воды туалет вот такой вот замечательный красивый флакончик насыщенного такого медового оттенка вот такой красивый цвет яркий интересный это аромат в котором тоже ощущаются ноты ванили и если память не изменяет то ноты ванили здесь находится в базе в базе они сочетаются как 1 амбра из белым мускусом по моему вот а еще в этом аромате есть некая приятная восковость вообще аромат мне честно говоря нравится с одной стороны это аромат с такой восковой ванильностью или немножечко ванильной восковостью здесь эти ноты как-то очень приятно смешиваются к базе и чувствуется чувствуется с другой стороны это аромат который имеет такую ретро вую ну имеет такой ретро вую клонах вот причем ретро вести ты знаете такая какая-то вот благородная такая дамская такая приятная изящная аромат был на мне в течение всего дня и вы знаете я ощущаю вот до сих пор сейчас у нас почти полночь практически полночь но я не золушку я не золушка и в общем никуда торопиться мне не надо вот так что завтра у меня кроме всего прочего не рабочий день ложится мне не надо торопиться так что я и после видео продолжу заниматься своими делами буду полуночничать в общем лягу еще не так скоро совая ярко выраженная активная и беспринципная сова вот касательно этого аромата в нем ощущается кроме всего прочего еще некая пудровость но за пудры здесь если правильно плане помню у нас отвечает гелиотроп так что пудра имеет право на существование но пудры здесь не является главенствующей нотой вот лучше всего понятнее всего ярче всего как мне кажется здесь звучит такая медовая цветочность таким небольшим ретро уклоном медовая цветочность не такая яркая как например в поэме нет и такая яркая не такая густая не такая насыщенная нет все гораздо скромнее и вот потом ближе к базе уже вот это вот восковость с таким вот ванильным таким неким уклоном вот аромат красивый аромат я уже сказала да интересно благородное но все равно я повторю здесь ощутимо звучит ретро нотка и я вот ощущаю этот аромат уже на протяжении продолжительного времени но сколько кстати если сейчас у нас полночь я нанесла его где-то в районе 10 часов утра ну сколько у нас прошло 14 часов 14 часов прошло а я до сих пор еще чувство его от своих волос вот что я хочу сказать я хочу сказать что вот сейчас вечером сейчас уже таким вот глубоким вечером я улавливаю какое-то сходство с красной москвой вот благодаря чему это сходство возникает мне кажется благодаря такому вот ретро уклону вот сочетание этой немножечко припудренной ванильности вот этой вот цветочной ретро вести мне навевает вот эти вот мысли о красной москве я прям даже не знаю почему но я вот вспомнила красную москву когда ощущала вот эти вот отголоски аромата от себя мне очень нравится ароматы крак красной москве я тоже отношусь с уважением и в прошлом году например у меня был период когда я на протяжении целой недели на ночь наносила на себя красную москву и мне это так нравилось вот современную минничку 7 миллилитров прямо таки вот я молела целую неделю может быть я в этом году и повторю вот этот эксперимент или может быть я нанесу красную москву на себя в какой-то другой день днем посмотрим но вот что-то мне она напомнила аромат красивый аромат женственный аромат немножечко ретро но знаете это такое благородное изысканное немножечко томные и очень приятный ретро здравствуйте здравствуйте сегодня у нас средам и я сегодня надела вот этот вот аромат который у меня находится вот ливантики и этому от ливанту скоро придет конец это аромат от бренда мартин микалев и называется он ананда black здесь у меня было 10 миллилитров но как легко заметить осталось ну совсем чуть-чуть это тоже аромат с нотой ванили и ванилька у нас здесь если им не память не изменяет находится в базе находится в базе она опять-таки не солирует не является центральной ноты этого аромата здесь у нас также что вызывает мой глубочайший интерес находится еще слива которую я искренне уважаю здесь же у нас находится по-моему что-то цитрусовое в начале но середина у нас такая цветочная и благодаря вот этим цветочным но там здесь у нас по-моему ланг и ланг здесь у нас по-моему туберозочка это тонность цветочная она здесь такая весьма заметная весьма заметная вот ну и в общем то аромат красивый аромат интересный аромат мне искренне нравится и я в данный момент решаю ну такое знаете вечный вопрос быть или не быть флакону в моей коллекции то есть отливант я так чувствую я закончу достаточно быстро и меня мучает вопрос нужен ли мне флакончик потому что аромат мне нравится аромат мне нравится я его ношу с удовольствием это красивые знаете такой превалирующий цветочный аромат умный шлифовый изящные вместе с тем здесь у нас не только цветочной ноты ощущается здесь у нас еще ощущается знаете такая какая-то ну не сказать что здесь прям вот явная ванили или явные на здесь бензоин прям вот явный явный но вот какая-то пряная нотка которая сглаживает вот эту тонную цветочность вот это вот такую продает большую пикантность придает большую интересность этому аромату и слива которые которые я искренне люблю мне кажется она тоже придает такой терпковатую нотку и такую немножко сочную нотку аромату вот это все как мне кажется делает аромат более нетривиальным более интересным еще раз повторю аромат стойки он на мне держится целый день я уже носила сентябре и вот с удовольствием надеваю сегодня на дело уже точнее поэтому до вопрос быть или не быть вы знаете я склоняюсь к тому чтобы приобрести 30 . ну посмотрим посмотрим поживем увидим в принципе эти ароматы можно найти ну очень пока я склоняюсь скорее к тому что аромату быть собственно вот вот все мои видео среды если вы знакомы с этими ароматами знаете из группы ароматов ананда если честно я вот лучше всего знаю конечно ананду black я знаю что есть еще ананда чай ананда манго просто ананда ну вот как-то с ними не сказать чтобы я была хорошо знакома может быть и стоит познакомиться где-то можно раздобыть маленькие версии этих ароматов но пока что мне больше всего интересно именно ананда black вот так всем 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 приятной среды здравствуйте здравствуйте уже вечер четверга я вернулась с работы у нас уже седьмой час мой час еще конечно не темнота темнота за окном но темнеть стал ощутимо раньше конечно и сегодня на мне аромат вот этот я сегодня в нем это аромат by от марки элис бруклин у меня такая вот travel версия в объеме 10 миллилитров изначально вот этот атомайзер был наполнен не до конца не под горлышко прямо таки но я не знаю почему может быть потому что его объем превышает 10 миллилитров а вот мне его сестра покупала по моему заказу где-то там на сайте в германии не помню помнишь бьюти и суть важно в общем в этом аромате тоже заявлено ваниль она здесь у нас обитает в базе вот хотя честно говоря это этот аромат тоже не солирующий ванилью да все как обычно но тем не менее ванили в этом аромате ощущается мне кажется лучше чем в предыдущем вот здесь ее можно почувствовать что касается звучание этого аромата она знаете она такой прям вот осенне-зимние вообще этот аромат покупала соблазнившись конечно на ноты потому что здесь у нас кроме ванили которые в базе у нас здесь еще мед какао ром давана что-то еще я честно говоря уже не помню что еще но вот это ноты которые прям вот меня соблазняют однако аромат я наношу я поняла опытным путем до что наносить его надо подальше от носа ибо вся красота его в шлейфе а если это нанесешь его слишком близко как я это сделала в первый раз то это будет слишком резко это будет слишком громко это может вызвать даже неприятные впечатления об аромате вот так что наношу я его в область декольте пониже вот на запястье можно насти под коленку отлично просто отлично и тогда в шлейфе да вот это вот интересное такое пряно терпко ванильное сочетание здесь ваниль ощущается лучше кстати мед здесь не очень терпкий мед здесь скорее отвечает за сладость и даже за какую-то округлость аромата аромат очень стойкие ну я когда сегодня ушла из дома я сегодня ушла из дома где-то в 10 но и сейчас вот в районе 6 я пришла домой ну вот перед выходом я нанесла на себя аромат да то есть больше восьми часов на восемь часов я его до сих пор от себя хорошо ощущаю нормально ощущаю так что стойкость у него хорошая шлейф у него есть но вы знаете я даже наверное не встреча нет поэма поэма на мой взгляд пока что был для меня самый шлейфовый аромат ну вот навскидку пока не вспомню более такого шлейфящего аромата хотя в руку ру конечно сейчас вспоминаю вспоминаю но не буду перечислять значит вот этот аромат by сегодня на мне и да здесь нотка ванили проглядывает она здесь ощущается она вот как раз таки звучит как как ванилька в сочетании со сладостью меда с терпкостью алкогольных нот с давану я не знаю может быть она отвечает вот за это такое специфическое такое звучание специфическую трансформацию аромата может быть за счет нее как раз таки вот этот аромат надо наносить подальше от носа чтобы нюхать его шлейф не знаю но в целом аромат приятно то есть вот как только ты найдешь по формулу да по которой надо наносить этот аромат то вы знаете он притягательный он притягательный я уже не первый раз замечаю что я прям помимо вот как-то но сама по себе так как-то принюхиваюсь и мне нравится вот этот аромат который меня окружает в общем интересный аромат интересный аромат приятный конечно буду носить и дальше приятного вечера всем добрый вечер добрый вечер приползла дому вот именно чтоб приползла сегодня у нас пятница ой значит сегодня нам не было вот этот аромат это у нас шалимар в концентрацию до парфум и сегодня я прикончила вот этот атлевант здесь у нас было 10 миллилитров сегодня всем сегодня с этим атлевантом покончено окончено у меня есть целая коллекция шалимар чиков разных концентраций разных годов выпуска плюс некоторые фланкеры шалимара не все конечно те которые выпускались но достаточно большое количество лет назад найти сложно да и дорого вот что касается этого аромата вы знаете я очень люблю шалимар это один из моих любимых ароматов я его искренне очень уважаю и люблю вот что касается вот классического шалимара концентрации вода парфум то здесь конечно ваниль ваниль ощущается гораздо лучше чем будут в некоторых предыдущих ароматах это не просто одна из нот в пирамиде эта нота которая чувствуется эта нота которая играет одну из главных ролей в этом аромате это нота которая явно чувствуется вместе с цитрусами да вместе с знаете с такими вот интересным сочетанием да вот смол чего-то такого достаточно тяжелого деревяшистого вот в какой-то степени оттененного кожаным звучанием вот и конечно смягченная облагороженной вот этой вот приятной красивая ваниль и в общем шалимар это легенда парфюмерии шалимар это чудесный прекрасный роскошный аромат и я очень рада что у меня такая хорошая приятная коллекция разнообразных шалимаров вот приползла после работы прям вот буквально сразу села снимать видео потому что ну потому что иначе я наверное сегодня бы ничего не сделала потому что дорога сегодня была просто кошмарная до дома я от метро еду на автобусе к нам идет только один автобус один автобус от одного метро и еще один автобус от другого метро но и поэтому маршруту вот это до нас идет только один автобус можно конечно добраться пересадками но это не очень интересно и вот мы только отъехали от метро, наверное, метров 800 проехали, и вот прямо перед пробкой на выезде из города сломался автобус. Сломался автобус, и, конечно, вернулась обратно на остановку, ибо садиться в переполненный не очень интересно. Вот. Ну, и вот эта дурацкая пробка из города, мы сегодня эту пробку, она там растянулась, наверное, на километр от силы, ну, не самая большая пробка, мы её ехали минут 50. Ну, это был какой-то кошмар. Это вот сегодня, я не знаю, что происходит сегодня, но далеко не каждую пятницу творится такой жуткий номер. Сегодня это было что-то. Я до дома прям доползла. Ну, что ж, я пойду, я пойду всё-таки заниматься своими делами, немножко поужинаю, а вам, вам всего хорошего. Шалемар, шалемар аромат прекрасный. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сейчас достаточно солнечный, мне кажется, тёплый день, суббота, и я достаю очередной аромат с нотой ванили, который мне бы хотелось сегодня поносить. И это один из ароматов из моего маленького наборчика travel-набора с ароматами Ormond Jane, аромат, который называется Царина. Вот так. Он, то есть, практически, ну, я его, наверное, один раз попробовала, вот, но, если честно, мои впечатления не сказать, чтобы окончательно оформлены. И я решила продолжить свою знакомство с этим ароматом, тем более, что он как раз попадает вот в эту неделю, которую я объявила, неделя ароматов с нотами ванили. Это не ванильные ароматы, где ваниль сагируют, а, соответственно, неделя ароматов с нотами ванили. И вот здесь ваниль тоже есть. Здесь у нас стручок ванили, и он заявлен в базе. Он заявлен в базе. Если я правильно помню, то у нас наверху должны быть какие-то цитрусовые спецовые нотки. Вот. А вот в базе у нас появляется уже ванилька, сандал, лабданум, и что-то деревяшетое. Откровенно не помню, как звучит этот аромат, но мне кажется, почему бы мне не поносить его в субботу дома. Вот. Так что сейчас я его на себя нанесу. Вот. И буду, и буду освежать свои впечатления, и вообще создавать такое более, более внятное мнение об этом аромате. Вот. Мне сегодня позвонили, у меня пришла посылочка, наконец-то, из Кореи, с моими крупными заказами. Так что жду ее в среду, на следующей неделе. Я прямо-таки жду-жду, не дождусь там. Красота. Вот. Ну, а на сегодня я буду с вами прощаться, потому что по поводу этого аромата мне, в общем-то, сказать нечего. Всем приятных выходных, и до свидания. Добрый день. Добрый день. Ну, вот и наступило воскресенье, и на сегодня я выбрала вот такой вот аромат. это аромат Рима-11 от марки Карнер Барселона. У меня такая миниатюрочка. Такой вот ароматик. Я его уже пробовала. Он у меня уже на чат. Ну, что я могу сказать? Это тоже аромат феноты ванили. Это тоже аромат с нотой ванили. Ванилька у нас тут в базе. Вот. Но вообще я бы сказала, что это специево-пряный такой аромат, который смягчается ванилькой, который смягчается цветочными нотами. Вот. Там же у нас есть амбра, там же у нас есть мускус. Вот. Но, на мой взгляд, здесь у нас главную партию играют именно специи, которых здесь, как мне кажется, не так мало. Вот здесь у нас, по-моему, и кардамон, и перчик. Вот. И что-то еще у нас там есть. Корица, кажется, у нас там есть. Так что, в первую очередь, это специи пряный аромат, который уже дополняют у нас и ванилька, и амбра, и деревянные нотки. Здесь у нас дерево есть, здесь у нас есть кедр. Вот. Аромат интересный. Я его пробовала уже, как я сказала. Аромат достаточно стойкий практически на весь день. Так что, я думаю, что сегодня весь день я прохожу в этом аромате. Ну, или, по крайней мере, большую часть дня. Судя по той стойкости, которая у этого аромата уже была. Ну, что ж, вот так вот. Вот так вот. Такой аромат у нас в воскресенье. Рима 11. А я желаю всем приятного дня и до свидания. Ой.